В России вновь заговорили о планах по серийному производству своего ударного беспилотного комплекса С-70 «Охотник». Так, губернатор Новосибирской области Сергей Семко сообщил, что, по его мнению, оно начнется через пару лет. И это будет как минимум в третий раз, когда ВРФ переносит старт серийного производства этого БПЛа. На самом деле о том, что Россия не сможет вовремя вывести на охоту свой «Охотник» отмечалось и раньше. Более завуалирована и с намеком на значительно большие сроки. В частности, еще в декабре прошлого года сообщалось, что модернизация мощностей Новосибирского авиационного завода имени Чкалова для производства беспилотников «Охотник» продлится в течение пяти лет. В целом РФ в своих лучших традициях переносит даты вправо. Так, стоит упомянуть, что еще в 2020 году в Объединенной авиастроительной корпорации утверждали, что серийные беспилотники С-70 «Охотник» российское оборонное ведомство будет получать уже с 2023 года. А впоследствии серийное производство перенесли на не раньше 2024 года. Сегодня же в России говорят, что оно может стартовать через два года. То есть в 2025 году. И это, судя по всему, еще оптимистичные прогнозы. В целом программу «Охотник» вполне можно назвать неким долгостроем, потому что о планах вооружиться дронами такого типа объявили еще в 2009 году. А разрабатывать начали 11 лет назад. В 2012 компанию «Сухой» выбрали для создания тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата весом до 20 тонн. Первая выкатка БПЛА состоялась в 2018, а первый полет «Охотник» совершил 3 августа 2019 года. В то же время спустя почти два месяца, в сентябре, сообщалось о первом совместном полете Су-57. А в 2021 году был продемонстрирован усовершенствованный прототип дрона. Но как видим с очередным российским аналогов нетным проектом что-то происходит неладное. И как сказал один российский писатель, рожденный ползать, летать не может.